Приветствую вас, друзья, с вами Лебедев Артём. Сегодня мы рассмотрим три аккумуляторные дрели от производителя AEG. Модели BSB18BL, BS18C2BL и BSB18G3. В названиях присутствуют ещё символы, они означают комплект поставки. Давайте рассмотрим сначала модель BSB18G3. Кейс выполнен из довольно-таки прочного пластика, не прогибающегося. Но внутри места довольно-таки мало. Помимо самого инструмента, в комплекте поставки мы видим с вами два аккумулятора, ёмкостью 1,5 Ач, напряжение 18 В. Никаких индикаторов здесь нет. Зарядное устройство под названием AL18G. Сразу хочу отметить один момент. Здесь у нас коллекторный двигатель, здесь у нас двигатели бесколлекторные, то есть брашлес бесщеточные. Теперь рассмотрим BS18C2BL. Здесь мы с вами уже видим металлические застёжки. А также в кейсе появилось дополнительное место. Здесь мы также наблюдаем два литий-ионных аккумулятора, но они большей ёмкости на 4 Ач. И здесь совершенно другое крепление. А также здесь присутствует индикатор заряда. Зарядное устройство здесь также улучшенное. Модель BL1418. Здесь мы с вами видим дополнительную рукоять, которая устанавливается на инструмент. Вот эти части выполнены из металла. А следующая дрель, которую мы рассмотрим, BSB18BL, это у нас самый крупный кейс из всех представленных здесь сегодня. Кейс также довольно-таки крепкий, и на ребрах жёсткости он не прогибается. Застёжки металлические. Здесь мы с вами видим схожую ситуацию с предыдущей моделью дрелью шуруповерта, но здесь есть отличия во всех моментах. Давайте начнём с аккумуляторов. Во-первых, ёмкость 6 Ач. Крепления здесь одинаковые. И также присутствует индикатор заряда. Но эти аккумуляторы новой серии. Зарядное устройство более продвинуто, чем предыдущее. Здесь у нас название BL1218. Заряжать мы можем аккумуляторы от 12 вольт до 18 вольт. Также мы можем заряжать различные типы аккумуляторов. И сила тока здесь выше. Далее мы с вами видим более длинную рукоять. А она ни много ни мало 440 мм в длину. Здесь также вот эти части металлические. И куда устанавливается рукоять, здесь также металл. Но здесь помимо левого и правого расположения рукояти, мы можем её установить ещё в нескольких положениях. Вот в таком положении. И вот в таком. Как мы с вами увидели, модели и комплекты поставки различные. Но сходство здесь тоже присутствует, которое есть у всех моделей. А именно тормоз двигателя, блокировка шпинделя, быстрозажимной патрон, аккумуляторы из одной линейки, которые подходят к различным инструментам. И между собой также взаимозаменяемы. А также на каждой из моделей здесь присутствует двухскоростной планетарный редуктор, наличие реверса, подсветки и бита-держатель. Сегодня у нас обзор, и в сравнении мы углубляться не будем. Давайте рассмотрим каждую модель отдельно, поближе. А начнём мы с BSB18G3. Размер данной модели 230 мм в высоту и 210 мм в длину. Вес вместе с аккумулятором ёмкостью 1,5 Ач 1790 грамм. Без аккумулятора 1310 грамм. В названии модели мы видим символы BSB, а это значит, что у нас три режима. Завинчивание саморезов, сверление и подключение осевого удара. Обратите внимание на то, чтобы переключиться из режима завинчивания в режим сверления, нам не нужно крутить регулирующую муфту. Теперь давайте рассмотрим, как работают кнопки. Реверс работает не сильно отчётливо. Что здесь у нас с переключением скоростей? Переключается чётко. Теперь давайте рассмотрим патрон. Максимум, что мы можем зажать, 13 мм. Как мы с вами видим, на шлицах есть специальные выемки для более сильного захвата. Теперь давайте посмотрим люфт. Итак, зажимаем сверло по металлу диаметром 2 мм. Обратите внимание, мы слышим с вами ступенчатую затяжку. Люфт практически отсутствует. Единственное, то что есть, вот такой люфт. Но этот люфт присущ всем дрелям с подключаемым ударом. Когда мы включаем режим сверления с ударом, люфт становится больше. Теперь давайте посмотрим, есть ли биение. Как мы с вами видим, биение в патроне присутствует. Ещё несколько моментов. Подсветка включается только при запуске. Следующий момент – это отсутствие крючка для подвешивания на пояс. Ни в этой модели шуруповерта, ни в этой его нет. Он присутствует только вот в этой модели. Теперь рассмотрим BS18C2BL. Его размер. Высота – 250 мм. Длина – 190 мм. Вес вместе с установленной ручкой и аккумулятором ёмкостью 4 Ач – 2235 грамм. Без аккумулятора – 1510 грамм. Без ручки – 1293 грамм. Как и в предыдущей модели, из четырёх контактов на аккумуляторе используется всего два. Плюс и минус. Здесь в названии мы видим символы BS. А значит, здесь у нас режим завинчивания и режим сверления. Теперь давайте посмотрим клавиши. Реверс более отчётливый. Переключатель скоростей. Также чётко всё работает. Теперь давайте рассмотрим патрон. Выполнен он из металла. Вот эта часть не вращается. Как мы с вами видим, здесь присутствуют выемки. Опять же, зажмём сверло 2 мм. Слушаем затяжку. Как мы с вами слышим, затяжка здесь присутствует. Теперь давайте посмотрим люфт. Как мы с вами видим, люфт минимален. И продольного люфта здесь практически нет, так как модель у нас без подключаемого удара. Теперь давайте посмотрим, биение патрона присутствует или нет. Что касаемо подсветки, она расположена снизу. И светит именно в ту точку, которую нужно подсветить. И как мы с вами обратили внимание, сразу она не гаснет. Ну а теперь пришло время рассмотреть самую крупную модель BSB18BL. Размер в длину 215 мм. В высоту 255 мм. Вес вместе с ручкой и установленным аккумулятором с ёмкостью 6 Ач 2913 грамм. Без ручки 2511 грамм. Без аккумулятора 1696 грамм. Опять же, здесь мы с вами видим BSB, а значит у нас три режима работы. Завинчивание, сверление и сверление с осевым ударом. Давайте рассмотрим клавиши. Реверс работает довольно-таки мягенько. Переключатель скоростей. Также чётко работает. Регулировка крутящего момента. Работает всё плавно и аккуратно. Переключатель режимов. Также работает отлично. Патрон металлический и вот это кольцо вращается. Очень удобная штука. А такое свойственно патрону от производителя Рём. Опять же, максимум, что мы можем зажать, это 13 мм, как и во всех моделях. Шуруповёрт уже был в работе, я его испытывал. Как мы с вами видим, в шлицах здесь есть специальные вставки. Для проверки люфта и биения установим сверло 2 мм. Смотрим затяжку. Раз. И пошла затяжка. Обратите внимание, ход довольно-таки большой и мягкий. Для начала посмотрим люфт. Как мы с вами видим, люфт незначительный, но присутствует. Опять же, здесь есть продольный люфт. Если мы включим режим сверления с ударом, он увеличивается. Теперь давайте посмотрим биение. Как мы с вами видим, биение здесь минимально, а подсветка здесь сделана точно так же, как и в предыдущей модели. Ну и, конечно же, по техническим характеристикам они также различаются. Например, по крутящему моменту здесь 55 ньютонов на метр, здесь 65 ньютонов на метр, а в этой модели 140 ньютонов на метр. А также у них различная скорость вращения шпинделя. Например, здесь на первой скорости от 0 до 500 оборотов в минуту, на второй скорости от 0 до 1850 оборотов в минуту. Вот в этой модели на первой скорости также от 0 до 500 оборотов в минуту, а на второй скорости от 0 до 1950 оборотов в минуту. Здесь у нас на первой скорости от 0 до 550 оборотов в минуту, а на второй скорости от 0 до 2000 оборотов в минуту. Что касаемо максимального диаметра сверления, так вот в этих двух моделях в древесине максимум мы можем просверлить сверлом диаметром 40 миллиметров, вот здесь 100 миллиметров. Что касаемо сверления металла, все эти модели рассчитаны на максимальное отверстие диаметром 13 миллиметров, а вот в кирпиче мы можем просверлить вот этой моделью максимум 13 миллиметров, а вот этой моделью максимум 20 миллиметров. А теперь давайте проверим их в работе. Сейчас с каждой моделью мы просверлим по одному отверстию сверлом Форстнера диаметром 35 мм. Мы установим вторую скорость и режим сверления. Начнем с BSB18G3. Такая модель с такой задачей справляется отлично. Теперь берем следующую BS18C2BL. С таким диаметром эта дрелька справляется отлично. Теперь давайте попробуем BSB18BL. Как мы с вами увидели, молниеносно. Теперь давайте попробуем сверло потяжелее. Итак, ширина бруска 200 мм, а диаметр нашего сверла максимально заявленный 40 мм. Сверло у нас самозаходное и идет оно довольно-таки туго. Начнем с модели BSB18G3. Сначала попробуем на второй скорости. Теперь давайте попробуем на первой. Как мы с вами видим, дрель останавливается и ей такое сверло не под силу. Теперь следующая модель. BS18C2BL. Также пробуем сначала на второй скорости. Как мы с вами видим, безрезультатно. Переключаемся на первую скорость. Кстати говоря, для таких сверл как раз-таки рекомендуется первую скорость использовать. Как мы с вами видим, немного мы смогли просверлить, но дальше у нас не дает нам электроника. Ну а теперь попробуем моделью BSB18BL, у которой 140 ньютонов на метр. И здесь будет немного интриги. Сначала на первой скорости, а потом попробуем на второй. Поехали. Сначала на первой скорости. Как мы с вами увидели, сверло прошло насквозь. Теперь давайте выкрутим и посмотрим вторую скорость. Как мы с вами видим, вторая скорость не предназначена для таких сверл. Мы с вами увидели, что с таким сверлом справилась только вот эта дрелька. А сверло, между прочим, весит полтора килограмма. А вообще, самый наглядный тест можно сделать именно вот с таким сверлом. Обратите внимание, мы будем сверлить на второй скорости. Начнем с первой модели, потом вторая и третья. Как мы шли, так и идем по порядочку. Как мы с вами увидели, пришлось перейти на первую скорость. Теперь следующая модель. Сразу включаем вторую скорость. Как мы с вами видим, резвее, но все же приходится переключаться на первую скорость. Теперь следующая. Включаем сразу вторую скорость. Вполне впечатляюще. А теперь я установлю максимальный диаметр, заявленный именно на этой дрели, именно 100 миллиметров в диаметре. Установим мы коронку. Установим мы коронку. И так, как мы с вами увидели, с таким нехилым диаметром справляется он довольно-таки резво, и никаких запинок здесь у нас не возникало. А теперь давайте просверлим бетон плотностью, напоминающей стяжку пола, либо штукатурку на стене. То есть не очень сильно плотный, но и не совсем рыхлый. Сначала более младшая модель. Теперь BSB-18BL. Как мы с вами увидели, BSB-18BL в разы быстрее пробурило в бетоне отверстие диаметром 10 миллиметров, чем вот эта модель. Теперь давайте подведем итоги. Как мы с вами увидели, модели дрелей довольно-таки тяговитые, но вот это, конечно же, за пределами всех дрелей здесь, которые присутствуют. Единственное, которое может просверлить вот такое отверстие и вот таким сверлом. Плюсом ко всему, во всех этих дрелях есть дополнительный режим для завинчивания саморезов. Именно дополнительный режим, так как в основном это дрели. Плюсы и минусы, конечно же, здесь присутствуют. Вот у этого инструмента плюсов очень много в плане того, что здесь и крюк есть, и все функции профессионального инструмента, все здесь присутствует. А также здесь просто нереальная тяговитость в 140 ньютонов на метр. Мы с вами только что увидели, как все это работает. Минус здесь все-таки не совсем низкая стоимость на данное изделие. Но минус это, опять же, не для всех. Далее, кстати говоря, что касаемо стоимости. Под видео в описании будут ссылочки на стоимость каждого инструмента. Там же вы сможете и купить инструменты, и отзывы почитать, и так далее, и тому подобное. И следующее. Это у нас средний вариант между тяговитостью и стоимостью. Здесь у нас все ясно, но здесь есть и некоторые минусы. Минус здесь, конечно же, в том, что нету крючка. Ну, почему не продуманная эта штуковина? Потому что она иногда очень сильно выручает. Особенно, если мы используем его на стройке. Когда мы лезем куда-то наверх, на лестнице, и так далее, и тому подобное. Вот в этом инструменте, несомненным плюсом, то, что он по стоимости отличается от всех. Но здесь в комплекте идет аккумулятор 1,5 Ач. У всех остальных, конечно же, они более емкие и более мощные. Но если аккумулятор, это не проблема, мы можем взять и приобрести для него, например, вот такой вот аккумулятор, который у нас в самой мощной версии. Он также с ней будет работать. Но здесь, опять же, отсутствует крючок для подвешивания, и подсветка здесь светит, опять же, только тогда, когда инструмент включен. Но и плюсы здесь тоже присутствуют. Помимо стоимости, здесь у нас довольно-таки удобный переключатель режимов вращения, крупный редуктор, мощный, и двигатель здесь тоже нехилый. И, конечно, плюс всех этих моделей в том, что аккумулятор у них единый не только между собой, а и для других видов инструментов из этой серии. А также на этот инструмент есть гарантия и сервисное обслуживание в магазине всеинструменты.ру. А этот обзор подошел к концу, и если вы хотите более подробно рассмотреть, может быть, какой-то инструмент в сравнении с другим, мне вот, например, лично интересно вот эту модельку посмотреть, потестить ее более подробно, то, конечно же, пишите в комментариях, на какой инструмент и с чем бы можно было это сравнить дело, и мы постараемся вам показать. А на этом этот обзор закончен. Конечно же, ставьте пальцы вверх, если все понравилось. Подписывайтесь на канал всеинструмент.ру. И с вами был Лебедев Артем. До скорых встреч! И небольшая информация для тех, кто досмотрел до конца, из-за чего происходит щелчок при остановке. Слушаем. И причем, чем тяжелее оснастка, тем треск этот еще сильнее. И это присуще всем шуруповертам с блокировкой шпинделя. У нас отрабатывает двигатель, тормозит, а потом у нас по инерции сверло докручивается и срабатывает блокировка шпинделя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!